Бывший пороховой погреб. В ходе исторических событий он в разные годы играл разную роль. Накануне Великой Отечественной здесь находился клуб 98-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона. В период обороны крепости погреб был убежищем для детей и женщин, раненых красноармейцев. Сегодня огромное сооружение в запустении, однако совсем скоро его превратят в интерактивный музей. Посетители смогут познакомиться с бытом предвоенной жизни. Одно из основных направлений работы красноармейцев в воинских подразделениях и направлений работы с красноармейцами – это была военно-политическая работа. Когда им разъяснялись вопросы международной обстановки, изучение различных документов, уставов красноармейских, выпуск стенгазет, боевых листовок, принятие присяги. То есть это неотъемлемая часть жизни любого военнослужащего, в том числе и накануне Великой Отечественной войны. Аутентичные интерьеры просторного здания будут воссозданы с помощью раритетов. Погрузиться в атмосферу предвоенного быта поможет ленинская комната и не только. Конечно же, в связи с тем, что здесь происходили трагические события обороны, определенная часть клуба будет посвящена и этому периоду. Возможно, у нас будет показана инсталляция, объясняющая то, в каких условиях находились здесь женщины и дети в период осады крепости. Любой объект на территории крепости, он подлежит, скажем так, музеификации. Это интересный объект в любом случае. И по ходу действия создаем новый объект, музеифицируем, и каждый из них занимает важную роль. Нельзя сказать, что занимает меньшую роль, играет либо большую. Каждый из них очень важен. Сегодня на территории Кобринского укрепления крепости три пороховых погреба, и только один будет открыт для посещения. Новый туристический объект пока только начинает обретать свои действительно уникальные очертания. Но уже сегодня, побывав здесь, невозможно не прочувствовать, как оживает история. Предположительно, музей откроет свои двери в сентябре. Однако уже во время съемочного процесса желающих заглянуть за занавес времени оказалось немало. Это говорит о том, что места священной цитадели остаются известными, посещаемыми и полными на загадки и тайны.